Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по волейболу. Гомельская энергия встречалась с БТБГУФК и одержала уверенную победу 3-0. Западный Бук одолел Мопит 3-0, Ругор 2001 проиграл Легиону 0-3. Строитель потерпел поражение от Шахтера 2-3, а Марка ВГТУ победил Коммунальник 3-0. Лидером этого чемпионата остается Строитель. Он имеет в активе 84 очка. От него на 2 балла отстает Шахтер. Замыкает тройку Гомельская энергия. У нее 71 балл. За ними и тут Марка ВГТУ и Легион. У них по 53 и 46 очков соответственно. БТБГУФК занимает 6-ю позицию с 41 баллом. За ним расположился Ругор 2001 с 26 и Западный Бук с 24 очками. Девятую строчку занимает Мопит 17 баллами, а замыкает турнирную таблицу Коммунальник. У него в активе всего 6 очков. К слову, волейболисты Гомельской энергии провели мастер-класс в лицее МЧС. Это событие приурочили к 124-летию основания волейбола. К тому же участники тренировки с кумирами учатся в спортивном классе по направлению волейбол. Это экспериментальный проект. Он же единственный на всю страну. Ученики этого класса имеют все шансы со временем попасть в фармклуб энергии. Сегодня наш приезд обусловлен тем, что команда профессионалов покажет свои навыки. И уверена, что дальнейшее сотрудничество будет только идти вперед и вперед. В программе мастер-класса совместная тренировка, а после – общение ребят с кумирами. Волейболисты надеются, такие встречи станут регулярными. Хотелось бы, естественно, позаниматься с детьми, действительно продемонстрировать свое мастерство. И вот, ну, просто пообщаться с ними, чтобы вот, ну, помочь. В товарищеском матче «Локомотив» оказался сильнее «ЮАЗ» из Житковичей. Счет на табло открыли и железнодорожники. На 27-й минуте Козловский забил первый мяч. До перерыва игроки не порадовали зрителей голами. А вот на 60-й минуте Козловский оформил дубль ворота соперников. Через 5 минут Лавренчук из «Локомотива» увеличил счет в пользу железнодорожников. На 79-й минуте Шрейтер из «ЮАЗ» забил ответный мяч. Последний гол встречи оформили футболисты «ЮАЗ» с пенальти в дополнительное время. Однако этот мяч ничего не решил. После свистка победу праздновали гомельчане. Регбийные команды «Гомель Акватра» и «Севен Линкс» вернулись в фестиваль снежного регби «Лютый кубок». Мужская команда «Кватра» в своей подгруппе стала первой и заработала 6 очков. Ее соперниками были дружины «Зеленоград» и «Вгуир Минск». В одной-второй финала гомельчане победили «Минскую степянку-300», а в финале боролись с чемпионами 2017 года командой «Хоругва». Игра закончилась со счетом 5-4, а главный трофей уехал в «Гомель». Среди женских команд за звание чемпиона боролись «Севен Линкс» из «Гомеля» и «Минская гражданочка». В обоих матчах «Фортуна» оказалась на стороне гомельчанок. Они победили со счетом 4-2 и 6-3 и стали двукратными чемпионками фестиваля снежного регби «Лютый кубок». Турнир Европейской теннисной ассоциации «Спартак Кап» пройдет в «Гомеле». Участниками соревнований станут игроки до 12 лет из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Литвы, Латвии, Польши и Турции. Они будут сражаться за победу с 15 по 23 февраля. Площадкой для встреч станут крытые аккорты Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису. Открытие соревнований 18 февраля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».